И перевод вдоль Хорошкова. Интересно, сколько эта партия продолжается по времени. Сейчас закончится, посмотрим. Своячок в отскок. Я не знаю, что нужны какие-то комментарии? Нужны какие-то комментарии или нет? Ския. Ския-85. Первая партия за Евгением Сталин. Мне кажется, на этом столе делать такие выходы через Свояков, когда можно ударить чуть толще, чуть тише и от борта вывести на противоположную по короткому борту лузу шар прицельный. Сейчас Евгений берет закрытый мост обязательно для этой позиции, потому что такой глубокий нужен прокол, скоростной удар. Для любителей, а в основном у нас смотрят любители, вряд ли сейчас вся сборная Белоруссия там собралась у голубых экранов и разбирает игру Евгения Сталин. Это был удар в высшей категории сложности. Опять левый винт, опять левый винт сумасшедший. Крутой, крутой какой, смотрите. Еще сверху вниз. Сколачивает. Это, конечно, уникум. Ставим семь шаров. Да, и Свояка в угол. Вплотную к борту стоит прицельный. Нет, нет, он не вплотную. Он довольно близко. Будет играть его тоньше, чем в полушаре. Вот, да, вот, стоп. И очень сильным ударом. Нет, ну пока, слушайте, Евгений Сталев, конечно, не знаю там... Кладает сейчас Айдис, но шар был непростой, да, действительно, его надо было играть тоньше и сильнее, потому что был довольно близок к борту, если не вплотную. Ну, рабочий был Свояк, то есть не дармовой. А вот внимание Евгений Сталев. Чужой в середину. Нет, уже чужой, свой. Ай, распустил. Ну, это, конечно, его коронка. Многие же ругают, да, за такие накаты, за такие тихие скаты в американку, мол, не надо, зачем, дай бог останется. Ну, я считаю, вполне надежный отработанный удар. Ну, если отработано, здесь не такая ресница, как, если отработано. А вот, пожалуйста, вам такой чисто американский удар, аж чуть было не вылетел шарф обратно. Это Евгений Сталев, да, и более никто. Более никто. Ну, это отыгрыш, 100% какой. Мне тяжело сказать, что его, уж, что касается, ну, винт мы видим левый и в прокат, да? Да, это длинный борд и короткий. Вообще фантастика, друзья. Вы как хотите тут. Можете любить Сталева, не любить Сталева. Но когда он играет фантастически, он играет лучше всех на свете. Азиз сейчас был на грани потери. Чужой угол, конечно, есть. Чужой угол? Чужой угол? Ну, учитывая то, какие... А со своим что будем делать? Правую угловую лузу. А, и там оставим в случае промаха, пусть постоит, да? Нет, ну, безусловно, надежно здесь отыграться, но... Играют, играют, похоже. Женя показывал в этой встрече уже очень сложные. Шужие сыгранные. И есть. Что с Павеломитей, он тоже был очень близок. И был ударный оберудист. Нет, я же не смотрел, что ты был... Последние несколько лет ничего из бильярда, поэтому... Не знаю, как часто ломается теперь у Евгения Сталева. Может, его ДСГ починили? Да ну, вы посмотрите, что он творит. Все, это кураж. Это кураж. Если его... Если уже... Если уже не пошел кураж, во-первых, такого разбой он тебе, в принципе, не позволяет. Да, но этот кураж сейчас... Ну, встанет он в партию. Должен обрубить. Ну, в партию встанет. Этот кураж. Азиз Банаминов. Павел, кого вызываем? Вызываем... На вашу позицию комментаторскую. Вызываем Криштиану Роналду. Пойду посмотрю, мало ли он где-нибудь здесь в клубе легенда. Еще раз огромное спасибо. Ох! Вот такой шаром Евгения заканчивает, как бы провожая Анастасию в игровой зал. Да, проводил так проводил. А сейчас вот это вот в стиле Дианы Мироновой. Удар. Тонко, сильно. Тонко, воцкок, с подбоем. Ну, конечно, без подбоя явно не обойдется. По нам бы не пролетело. И еще и до железа, понимаете. Ну, ладно, с Евгением все понятно. Он тут как бы всех впечатлил, не включая себя, видимо. Я тоже играл, поэтому не попал. Но я же не профессионал. Биллиард, да. Биллиард. Спортсмен. Евгений Евгеньевич, я извиняюсь, а что вы сегодня ели? Давайте я обязательно узнаю меню, которым воспользовался сегодня господин Сталев. Пожалуйста, потрясенные люди. Видите, у многих седина. Буквально до этого удара они все были черны, как смоля. А вот сейчас уже успели все посидеть. Ну да, в общем. Сталев, Тижановский, Баура. Называют клуб легенды. Последний вопрос. Ты говорил, что ты в предматчевом ролике, ты говорил о том, что ты прилетишь 18-го в Москву. А ты живешь сейчас в основном где? В Москве? В Москве, я живу. В Москве. Ну, это был последний вопрос. Вот под такой шар, который забивает Евгений Сталев. Продолжение следует...